Всем привет! Прошло пару недель после того, как я поделилась с вами своим видеороликом о том, как я спасала свои орхидеи. Они были в ужасном состоянии, но их еще можно было спасти. И так как у них было очень много-много корней сухих, я эти орхидеи омолаживала и одну орхидею, по-моему, или две, попробовала делением корневища размножить. Делением корневища я размножала ранее, у меня есть старые видеоролики. Как-нибудь я попробую его найти, просто они на ютубе, и поделиться с вами тут. Вот, и мне пришел комментарий, что я вообще все сделала неправильно и вообще как-то, ну, не стоит мне ничем делиться, потому что все это глупость. Я решила вам снять видеоролик, не дожидаясь того момента, когда там появится детка вот здесь вот. Почему? Потому что, например, если вот этот корешок выжил, то есть нижняя часть, это нижняя часть вот орхидеи, а это вот верхняя часть. Так вот, если здесь этот корешок выжил, там хоть один есть, то здесь через месяц, а то и через полгода может вылезти детка. Это долгое время ждать, поэтому я не решила, ну, не буду я ждать, я потом найду видеоролик, где у меня растет детка точно на таком же пенечке, и попробую с вами поделиться. Просто люди не верят. Вот, ну вот, пару недель прошло, давайте посмотрим, как выглядят орхидеи мои, которые я омолаживала, ну, и, соответственно, вот здесь вот отрезала лишний корень. Вот он. Вот. И смотрите, вот что происходит. Вот какие толстенные корни начали расти. Хотя обычно у орхидеи корни начинают расти, если их долго не пересаживать. Ну, весной хорошо двигаются корни в рост. Ну, вот, смотрите, да. Вот такой вот корешок. И знаете, что я здесь сделала? Я попробовала, когда делила корневищем, я побоялась здесь много отрезать нижние части, и у меня вот здесь вот стволик, видите, он высоковатый. На самом деле это плохо в том смысле, что мне придется эту орхидею через два года опять омолаживать. То есть опять придется ее пересаживать, отрезать вот здесь вот нижнюю часть и верхнюю садить. Но зато нижняя будет 100% с зелеными корнями. И ее тоже можно отправить на размножение. Так, вот это одна орхидейка, которую я омолодила. Вот вторая. Смотрите, какие у нее здесь мощные корни идут. Вот они прям вот. Смотрите, вот какие корешки. Вот смотрите, какие вот мои пальцы. Этот вообще корень ушел вверх. Ему не хватает света и воздуха. Это горшочки у меня старые. Им, наверное, уже лет десять этим горшочком. И как я ухожу вообще за орхидеями? Я их не мою, не ставлю под проточную воду. Я их вот здесь вот поливаю обыкновенной проточной водой. Ну вот взяла воду, полила вокруг орхидеи. Вода стекла сюда. И орхидея пьет воду до тех пор, пока отсюда не уйдет вся вода. Так я поливаю, наверное, ну раз в две недели. Ну три раза в месяц я поливаю. То есть сильно я орхидеи свои не залюбливаю, потому что они от этого только хуже растут. Вот две орхидейки, которые уже оживились от того состояния, которое было. И вот еще одна орхидея. Малышка, которая, я тоже не уверена была, что она выживет. Ну вот она уже нарастила новый листик. У нее вот появились молодые корешки. Вот они, четыре корешка появилось. Я тоже думала, что она загнется, но вот видите, пока держится. Единственное, что здесь пару листиков отсохло. Я вам показывала на том видеоролике, что там были такие вот как обрезанные листики. Я их не трогала, они со временем сами просто отсохли. Но эта орхидейка, видите, она уже оживилась, пошла расти. Единственное, кто у меня пока спит, это вот нижняя часть, которую я отрезала от этой орхидеи, по-моему, если не ошибаюсь. Ну ака откуда-то вот отрезала. Или оттуда, или оттуда. Вот даже видно срезик. Вот этот корешок, он пока спит. И тут два варианта. Насколько я помню, когда я садила этот корешок, там был, наверное, либо вообще не было этих живых корней вот этих, либо если был, то какой-то минимальный. И вот если он был живой корень, то возможно, возможно, он оживет и где-нибудь здесь в пазухе листочка появится детка. Если же корень, ну, нету живых корней там, то вот этот пенечек, к сожалению, так и останется. Вот, поэтому я его посадила сюда, рядышком. Мне сделали замечание, почему вы посадили орхидею рядом, а я ее посадила, ну, как бы с теми мыслями, что если этот корень не выживет, то как бы его потом выдернул и все. То есть не занимает лишний горшок и лишнее место, потому что у меня мест на подоконнике тоже мало. Поэтому это просто вот посадили на ковырец. Выживет хорошо, пересадим. Не выживет. Ну и ладно. И это у меня получается только те орхидеи, которые я омолодила и пересадила. Вот. Я думаю, что скоро они и выпустят цветонос. Есть у меня еще орхидеи, которые я буду омолаживать. И я покажу, как они выглядят по сравнению вот с этими орхидеями. Там тоже целая борода корней, и нужно их обязательно омолаживать, потому что им не хватает не питания, им не хватает света, места. И корни, которые вот здесь отсюда вот так бородой спускаются, ну, это плохо для орхидеи на самом деле, потому что питание идет только отсюда. А вот мне сказали, что корни орхидеи типа съели грунт. Ну вот смотрите, вот свежий грунт. Свежий грунт. Вы видите, какие корни красивые, мощные. И если сравнить с тем грунтом, который я выбросила при омолаживании, то там этого вообще ничего нету. То есть обязательно орхидеям нужно менять грунт, ну и отрезать лишние корни. Со временем. Это не сразу. Это может орхидея у вас расти 5 лет, 6 лет. А потом просто уже вы видите, что ей уже просто, ну, и вид непрезентабельный, и так что-то она мучается. В общем, вот так вот омолаживать иногда можно. Вот. Кто-то это делает раз в 3 года, кто-то раз в 5 лет. Все зависит от состояния самой орхидеи. Вот. И вот видите, вот тоже уже новый листик вырос. И здесь вот новый листик растет. В общем, вот так мои орхидеи оживились. Не бойтесь. Не слушайте никого. Пробуйте. Главное не заливать. Мое наблюдение говорит о том, что лучше орхидею не долить, чем перелить. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok